На Светлой Седнице особая радость посетила невольных обитателей исправительной колонии номер один города Твери. Узников посетил правящий архиерей. Митрополит Тверской Акашинский Амвросий совершил великое освящение храма на территории исправительного учреждения. В темнице был и посетили меня. Всем известны слова, сказанные Иисусом своим ученикам. Главе Тверской митрополии довелось именно в дни Пасхи навестить тюремную общину. Православные люди есть всюду, к сожалению, есть и в исправительных учреждениях. Но на то они и исправительные, чтобы человек, переосмыслив свои дела, встал на пути христианского жития. А учиться этому нужно именно в храме. Поэтому и освящается колонийская церковь. Церковь в честь святителя Спиридона Тремифунского в приспособленном здании Тверской колонии строгого режима была открыта первой в исправительных учреждениях области. Прежний временный храм находился под одной крышей с библиотекой колоний, кабинетом психологической лаборатории, школы и профессиональным училищем. По праздникам в храме собиралось до 50 человек, места не хватало. И в 2017-м была заложена новая церковь при входе в жилую зону колонии на площади перед столовой. После чина освящения в храме была совершена литургия. На богослужении молились руководители Уфин по Тверской области, сотрудники исправительного учреждения, представители общественности, верующие, заключенные. После чтения Евангелия митрополит Абросий обратился ко всем с архипастерским словом, в котором подчеркнул, что Христос после воскресения явился своим ученикам не в грандиозном великолепии, а в простом акте преломления хлеба. Это напоминает нам, что Бог не отделен от нашей повседневной жизни. Он всегда рядом с нами. Пусть это будет нам напоминанием о том, что Бог не может быть издан ни отсюда. Нет такого места, где бы Него не было. Даже в самых трудных или скорбных обстоятельствах Божие присутствие всегда остается с нами. Мы не оставлены им никогда и нигде, где бы мы ни находились. Воскресение Христова – это пик нашей веры. Самое яркое доказательство того, что конец может стать началом. Неважно, какие ошибки мы совершили, как далеко мы ушли, как глубоко мы парили, перед нами, пока мы живем на этой земле, всегда открыт путь возвращения. И это не просто слова уменьшения, это реальность, подтвержденная самой жизнью и смертью и воскресением Иисуса Христа. По окончании богослужения архипастор поздравил всех со знаменательным событием освящения храма. Милость Божия, что здесь, в месте скорби, есть место радости. Храм – это всегда кусочек Царствия Божия на земле, как бы территория рая в нашем несовершенном земном мире. И я желаю всем тем, кто здесь трудится, и всем тем, кто сюда попал после своих глубоких и трагических ошибок в жизни, для того, чтобы получить возможность осмысления, исправления, как можно чаще приходили под своды этого храма и участвовали в церковных таинствах. В торжественный день глава Метрополии вручил епархиальные медали во внимание к соработничеству с епархией в деле попечения о лицах, находящихся в местах лишения свободы. Также архиерейских грамот были удостоены сотрудники колонии и помощники храма.